Музей был открыт на основе коллекции музея-предшественника, музея Бенцалей. Менее чем за 60 лет своего существования музей стал обладателем коллекцией, рассчитывающей более 500 тысяч предметов. И на сегодняшний день он является одним из следующих музеев археологии и искусствователей. Его антиклопедическая разнообразная коллекция распределена между тремя основными отделами. Это отдел археологии, отдел искусств, отдел юридической культуры и лиза. Также в музее находится храм книги Терганяцского Федерского моря и юношеские отделы. Я представляю отдел еврейской культуры и гурито, еврейское искусство и гурито. Нам не смутся очень красивее, но что поделать. Наш отдел представляет большинство еврейских общин в существующих мире или в существовавших мире. Одна из них это коллекция бухарских евреев, которые и сегодня, находясь во многих странах мира, продолжают называть себя бухарские евреи. Поэтому у нас в музее эту коллекцию коротко называем бухарская коллекция. Нашу бухарскую коллекцию составляют личные вещи, которые выехали из там и исхода. И это то, что они смогли с собой привезти. Одежда, аксессуары, платки, головные уборы, обувь, драгоценности, вышитые ткани, сузани и немножко кухонных, принадлежных домашних вещей. Через год после открытия музея открылась его первая коммерческая выставка, которая была посвящена материальным веком бухарских евреев. Еще тогда, в разной выставке, говорила о том, что она надеется, что эта выставка положит начало серьезному калибротическому исследованию бухарской общины, которое надо делать незамедлительно, пока живы все потенциальные формы. Вот еще несколько выставок. Выставка, посвященная празднику шалашей, или, как вы не знали, видите, сухоз. Это временное жилище, в которое хтеры заповедуют снегам Израиля для переселяться на 7 дней в году в память о выходе из еду. На выставке были воссозданы шалаши, которые, в основном, в разных общих мирах, в частности, прекрасная бухарская сухар, которая украшена разноцветными тканями, выкрашенными сетями пулька, или расшитыми сузами. Потолок застилался ивыми медлянами, украшался местными крупками, с которыми могли быть гранат, яблоки, виноградные брости, и даже зиму. На коллекции, которая была посвящена женским ювелирным изделием, были представлены бухарские драгоценные миски, которые называются Джандер Халь, и головной убор Балгат, выполненный из золота, драгоценных камней и женщин. Еще одна интересная выставка, которая называлась «Еврейский гардероб». Она представляла костюмы юлец разных стран мира, где почетное место представлено прекрасным бухарским палатом. В соседних комнатах были представлены аксессуары, детская одежда и фотографии. И одна из этих фотографий дала начало следующей выставке. Фотография справа сильно величная, она охранилась у нас в архиве, и мы не знали, что за семья на ней было. Пока на выставку «Еврейский гардероб» не пришла посетительница, которая приехала случайно в Израиль из Лондона, и она узнала на этой фотографии свою мать, которая сфотографирована будущей еще маленькой девочкой. Из бесед с этой женщиной и с ее семьей родилась выставка о истории семьи Бабаевых и о том, как они приехали до 19-го века из Львового Иерусалима. Немножко о наших постоянных производствах. Я сделаю это быстро, в времени мало. Вот, просто посмотрите. В разные годы выставка менялась, совершенствовалась. Это после последней реконструкции. Наш зал костюмов и результат. Бухарственных каладов всем этим не надо это поставлять. И теперь немножко наш хайлайт. У нас очень мало предметов ритуального назначения. Один из них на сайте Пороха. Лизанец для синагоги, который закрывал шкаф для хранения циклентуры. На его ритуальное значение указывает лишь надпись посвящения, которое находится в центре, и говорит о том, что этот зал посвящен женщине по имени Харциба в синагоге, в память о ее покойном муже Хармане Бабаеве. Чаша для пенан, в которой произносили специальное благословение кедуша с субботным праздником, бухарских евреев имеет психическую форму, она выглядит как пиалами, в большом разрешении, и украшена, как правило, мотивами фейзами, как еще и называют индийские абурицы. Брачное соглашение в Туба, единственное в нашей коллекции из Узбекистана, неотъемлемая часть ритуального благотворного сочетания, в Тубе говорится об обязанностях мужа по отношению к Жене, и о той суде, которую он обязан будет ей вынатить в случае развода. В этой Тубе указано, что садик происходил в Хашкенте в 1894 году. Одежда мусульман и евреев в Бухаре практически не отличалась. Вот несколько примеров. Красные халаты, мужские. Один шел по рубаку, одев сверху на халат-хат. Женский халат-рукача, который был неотъемлемой частью Бридановой, где у нее уже место было время свадьбы. Детские вещи выглядели точно так же, как одежда взрослых. Здесь праздничный халат для мальчика 13 лет. Еще одну вещь, которую я забыла вам сказать, в ведущий слайд, во всех мусульманских странах существовали законы, обязующие людей сносить специальную одежду, которая выделяла бы их из среды мусульман. В Бухарском Эмирате в любви написано сносить темную одежду, поэтому вся эта красота и яркие краски предназначались только внутри еврейского квартала. При выходе из него сверху надевался еще один зонный халат, который еще был в суток. В праздник сольного дня и мальонки пумы, праздник поста покаяния и очищения, в каждой из них одевали одежду светлых, белых, серебристых тонов. Здесь одежда мужчины, женщины и ребенка. Невесты из Бухарии и Афганистана носили специальные кулакки-кулакча, которые были расшиты под тюлю блестками. Перед нами редкий пример кулакчи, на который множество различных символов, еврейских символов, например, надписи на ивритик, благословение, сверху слева магиндалит, пулите-петух символы благородия, и хамсы, охранная динамика. Головной убор, который носили и мусульманские, и еврейские женщины, плакушак, полностью скрывался от глаз посторонних платком, который подлядывался сверху, при этом ему уделялось очень серьезное внимание, росшивали и украшали всячески. Плакушак, который на нашем примере украшен шелковыми нитями, сплетенными в косы и имитирующими женские волосы. А на концах украшение из бусин серебряных кораллов. Золотошвейные халаты были в ходу среди бухарских евреев, их дарили на совершеннолетние мальчики, на варминцу, их дарили женикам при свадьбе, их одевали на праздники и торжественные события. Халат, который перед нами очень интересен своей подкладкой, а точнее заплатой, которая находится на подкладке. На заплате выше герб, который практически идентичен гербу английских лордов Диджбин, баронов Диджбин. Кроме того, внизу находится надпись по-русски, которая является цитатой из Библии, из Евангелия от Луки «Не судите и не судимы будете». Наши кураторы не знают, как объяснить сочетание всех этих компонентов в нашей карте на палате. Поэтому, если вы проводите буртки людей, пожалуйста, поделитесь со мной. Со временем головное украшение Балда было вытеснено украшением Патхана, налогным украшением. И здесь, на архивной фотографии молодой пар, он красуется налогой невесты. Дополнительную информацию о материальной культуре бухарских евреев можно подчеркнуть из литературы. Три первые книги «Изболы в Израиле» и четвертая статья «Изболы в Израиле». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ «Изболы в Израиле» «Изболы в Израиле» «Изболы в Израиле»